Заседание Межведомственной комиссии по вопросам казачества станет итоговой подготовкой перед важным событием не только Кубани, но и всей страны. 5 октября в Краснодаре в столице Кубанского казачества пройдет Всероссийский форум войсковых казачьих обществ. Только в Краснодарском крае насчитывается свыше 50 тысяч казаков. Приедут казаки со всех регионов России. Общее количество делегатов свыше 400 человек. С инициативы объединения всех казаков страны выступит вице-губернатор Краснодарского края атаман Кубанского казачьего войска Николай Далуда. Он также расскажет об идее создания союза казачьей молодежи Кубани. И вообще поделится опытом взаимодействия власти и казачьих обществ. Но самое главное, что обсуждали сегодня на заседании Межведомственной комиссии и ради чего соберутся казаки России в Краснодаре, это проект федерального закона о российском казачестве. Он будет передан в Государственную думу в конце этого года или весной будущего. Это очень важно. Есть концепция государственной политики, есть стратегия развития российского казачьего 2020 года. Но это не нормативно-правовой акт. А закон, это уже обязывает и субъект Российской Федерации, и муниципальное образование, как бы выполнять обязанности, которые будут внесены в требования этого закона. Мы обсуждали, как подвести экономическую базу под существование российского казачества. Обсуждали как положительные примеры, так и почему в других регионах, у других войск этого не получается. Естественно, что собрались здесь, на Кубани, потому что это самое успешное казачье войско. Примером стал Сочи, где проживает 1877 казаков. Из них 238 задействованы в охране госграницы. 50 человек сотрудничают с органами внутренних дел. Казаки патрулируют морские набережные вместе с патрульно-постовой службой и помогают сотрудникам ГИБДД в формировании пешеходных потоков в период, когда в Сочи наблюдается массовый наплыв отдыхающих и транспортных средств. Сегодня мы уверенно можем говорить о том, что казачество действительно в этой части заняло лидирующую роль. И от качества их работы мы видим, мы знаем, что благодаря именно казачеству и их активному участию в охране общественного порядка город стал действительно безопасным. И это не по оценке моей или оценке каких-то социологов, это по оценке самих жителей России. Стратегия развития государственной политики России в отношении казачества предусматривает привлечение казаков к несению военной службы в рядах войск Росгвардии, а также развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры казачества и повышение роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.